Тревожная статистика. Согласно данным ГИБДД, только 50% водителей постоянно пристегиваются, находясь за рулем. Ремни на заднем сидении используют лишь 17% жителей страны. Вместе с тем, согласно другим исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели водителей и пассажиров на 50%. С начала года в Чувашии из-за неиспользования ремней безопасности в ДТП погибли 18 человек. Еще 68 получили травмы. Всего за 9 месяцев в республике произошло почти 1200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 125 человек. Увеличилось количество ДТП с участием детей. Очень много ДТП с пешеходами. Каждый день 4-5 наездов пешеходов и на пешеходных переходах. Для нас это озвучено так. Если совершенство наездов пешеходов на пешеходном переходе, значит это чрезвычайные происшествия за сотрудником госавтоинспекции. Здесь мы не нарабатываем в каком направлении. Сами пешеходы себе не держат в безопасном расстоянии от транспортных средств, которые сегодня двигаются на пешеходных переходах. Но и водители не снижают установленную скорость. Чтобы как-то исправить ситуацию, возле перекрестков выставлены дополнительные экипажи ГИБДД. Сотрудники перешли на усиленное несение службы. Если раньше, помните, было там определено, наше требование приказа было, что за нарушение только права дорожного движения, но сегодня в рамках и антирессийских мероприятий, и других профилактических мероприятий, которые проводятся на территории нашей республики, Российской Федерации, личный состав госавтоинспекции населили на усиленный вариант несения службы. Кроме того, Владимир Романов рассказал и об изменениях в правила дорожного движения. Согласно им, меняется порядок проезда перекрестков с круговым движением. Водитель транспортного средства, въезжая на кольцо, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку. Столица нашей республики, она всегда впереди, вы все знаете. Круговое движение у нас в республике согласно уже как нового права дорожного движения давно. Наша республика, наверное, показала, все знаете, круговое движение эффективно работает.